Здравствуйте! Вы смотрите новости на CBC. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем. Великобритания и Азербайджан совместно борются с глобальными угрозами. Глава МИДЖИ Хунбайрамов и госминистра Великобритании по европейскому региону Лео Дакерти обсудили вопросы безопасности, касающиеся двух стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн подтвердила планы ЕС выделять Украине 50 миллиардов евро на ближайшие 4 года и призвала все 27 стран Союза внести на эти нужды дополнительные взносы. В Центральном банке Азербайджана прошло обсуждение параметров учетной ставки. До сегодняшнего дня она была установлена на уровне 9% годовых. Пять предыдущих заседаний правления признали необходимым ее повышение, и эксперты прогнозировали дальнейшее увеличение ставки. Безответственные, идущие вразрез с дипломатическим этикетом и представляющие себя открытую провокацию. Так МИД КНР прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена Асси Цземпини. Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд заявил, что рад видеть министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Лондоне в рамках важного визита. Фергус Олд подчеркнул, что стратегический диалог улыбляет британско-азербайджанские отношения и фокусирует внимание двух стран на дальнейшем сотрудничестве. Чрезвычайный и полномочный посол обсудил с министром иностранных дел основные угрозы двух стран и способах борьбы с ними. Накануне государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы и Северной Америки Лео Дакерти на своей странице в Твиттер написал, что Великобритания и Азербайджан вместе борются с глобальными угрозами. Во время пятого стратегического диалога министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Лео Дакерти обсудили широту британа-азербайджанского партнерства. В частности, речь шла о расширении сотрудничества в области безопасности, торговли и культуры, отметил в своей публикации британский министр. Тему Азербайджана-британских отношений продолжим с гостем. На прямой связи со студией главный редактор информационно-аналитического портала, обозреватель Ниджат Гаджиев. Ниджат Малим, здравствуйте. Здравствуйте, Сироп. Стратегический диалог углубляет Британа-азербайджанские отношения и фокусирует внимание двух стран на дальнейшем сотрудничестве. Какие перспективы в ближайшем будущем в дальнейшем сотрудничестве мы будем наблюдать в Азербайджанно-британских отношениях? Ну, сначала скажем, что сейчас Британия – это страна, которая вышла из Европоюза, и сейчас она проводит независимую внешнюю политику и внешнеэкономическую политику. В этом смысле ей нужны сильные партнеры. Одним из таких сильных партнеров является для них Турция, с кем они имеют стратегическое соглашение. И сейчас они пытаются усилить свое присутствие в странах Организации Турского Союза. В этом смысле Азербайджан – это страна, среди стран Организации Турского Союза, которые в Британии имеют тесные контакты и историю отношений. Эта история, на самом деле, достаточно долгая, она имеет глубизну. Но если взять последнее время, то с самого начала приобретения независимости Азербайджана Британия – это та страна, которая укрепляла отношения, взаимоотношения с Азербайджаном. Я напомню, что Марго и даже Тэчер были в Баку. И они укрепляли взаимосвязи по нескольким линиям, в первую очередь по энергетическим. Сегодня мы знаем, что БП работает в Баку. БП – это где есть БП, там есть интересы в Британии. Это первая часть вопроса, самая главная – это энергетическое составляние. Другая часть вопроса, это то, что Британия сейчас ищет, помимо экономических партнеров, ищет еще те страны, то есть на континенте Евразии, с кем она будет иметь политический диалог и сотрудничать в сфере безопасности. А также в сфере логистики и исправления логистической цепочки. В этой связи Азербайджан имеет благоприятное географическое расположение и связывает на себе сразу два узла транспортных коридоров – север-юг и запад-восток. И в Великобритании не раз, их официальные лица, представители торговых палат, официально не разъявляли о своей заинтересованности в Алядском порту, Алядской экономической и свободной экономической зоне. Кроме того, Британия – одна из всех стран, которая поддерживала Азербайджан, была территориально с первых дней. Это тоже надо знать. И также получила ряд подрядов по строительным и восстановительным работам в Карабахе и в Восточном Замбезуре. Далее Великобритания активно участвовала сейчас в разминировании региона. Насколько я помню, Великобритания подарила азербайджанской стороне целых четыре автоматические машины по разминированию. Это был в качестве подарка гуманитарной помощи Азербайджану. То есть, на самом деле, спектр отношений достаточно широкий. Он имеет как политические, так и экономические, социальные, гуманитарные связи. Я думаю, что дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном и Британия будет только лишь углубляться. И, возможно, что дойдет дело до сферы безопасности. Я напомню, что после президентских выборов, последних в Азербайджане, президент Азербайджана, после визита в Турцию, одним из главных первых визитов, когда он совершил, это было в Великобритании. Дядь, помимо упомянутых, да, пожалуйста, продолжите. Да, тут надо понимать, что Великобритания как страна для Азербайджана тоже имеет очень важное значение, как страна, член Совета безопасности ООН. То есть, всем нам известный факт о том, что именно Британия поставила вето, когда в Совете безопасности ООН Франция и Россия пытались через Совет безопасности ООН надавить на нас. Но именно Великобритания поставила вето. То есть, это очень важный момент. Ну, вот, как вы вот и отметили, как раз-таки отношения между двумя странами носят еще и характер стратегического партнерства, и часто их взаимные визиты официальных лиц двух стран демонстрируют наложенный конструктивный диалог. В целом, мы также знаем о налаживании сотрудничества в военной сфере. Какие изменения, на ваш взгляд, будут в этом сотрудничестве, в этом направлении? Ну, Британия — это та страна, которая всегда является новатором в искусстве войны, в действии, в искусстве ведения войны и новых концепций. Это на протяжении последних, по крайней мере, трех веков именно Британия меняла всегда правила игры на поле боя. Причем и на море, и на сурфы, и их приходы очень балансильные. И сейчас у них новая концепция. Эта концепция, как бы это цинично ни звучало, но они ее апробируют через украинских специалистов, которые обучают у себя на базах. То есть, если мы видим успешное действие украинской армии, то нужно понимать, что это часть новой стратегии, военной стратегии. И Британия, которую она обучала украинских специалистов и украинских военно-командных пунктов. В этом смысле Британия имеет очень широкий спектр вооружений. Это раз. Для нас очень важно иметь береговую охрану. Это на сегодняшний день очень важный момент для нас. И в этом смысле Британия могут нам помочь легкими, очень эффективными катерами, быстрыми, которые могут наносить максимальный ущерб более крупным кораблям. Британия, береговая охрана нужна, так как мы знаем, что у нас не очень теплые отношения сейчас с Ираном. А у Ирана имеется очень большая флотилия в акватории Каспия. В этом смысле это очень важный момент. Второй момент – это сфера безопасности. Азербайджан сейчас модернизирует свою армию. Да, в этом смысле играет Турция огромную роль. Мы ее модернизируем по турецким стандартам, по турецким навыкам и обучениям. Но британский опыт нужно знать, потому что Британия в сфере безопасности и в сфере новаторства, ведения военного искусства и военной концепции, они в этом плане очень сильны. Я отмечу, что в Великобритании и британские военные институты на сегодняшний день являются самыми сильными, и самыми, кстати, беспредельностными, из которых сегодня мы получаем информацию. То же самое, если взять изучение войны, которое нас информирует о ситуации в общем Украине. Это еще не считается самым сильным, но один из Великобритании. Поэтому в этом смысле сотрудничество с Азербайджаном и Великобританией очень важно. Причем тут нужно добавить один такой пункт, что оборонная сфера это такая еще сильная сфера, что не с каждой стороной Великобритания раскроет все свои секреты, то, как она видит боевые действия. То есть есть страны, с которыми она не раскроет, даже будучи членом НАТО, она не раскроет свои концепции и понимания введения войны, допустим, с такой стороны, как Франция. Далее, Великобритания для нас еще и баланс против Франции, которая сейчас делает ставку на Армению. Она ее вооружает, она ее поддерживает на всех уровнях, политических, лоббийских, европарламентах, где возможно. Франция поддерживает Армению и в этом смысле нам нужен баланс Франции. Исторический баланс Франции это Великобритания, потому и я думаю, что расчет тоже с одной стороны сделан на них. Причем, если тут учесть тот факт, что Британия и Турция имеют стратегическое взаимопонимание и подписаны очень важные документы по сотрудничеству сферы обороны, по сотрудничеству сферы экономики. По обороне я вам скажу, что сейчас Турция строит самолет пятого поколения и одним из учредителей этого совместного производства Турции является Британия. Моторы этой компании, то есть двигатели нового турецкого самолета будут принадлежать разработке фирмы Ройс Роус. В этом смысле Великобритания с технологической точки зрения не имеет никаких проблем. Она опережает многие страны. Это раз. И два, в Великобритании нужны страны, которые при необходимости будут поддерживать ее. Мы сейчас находимся на переломном этапе в мировой политике, когда даже большим странам нужны очень сильные партнеры и союзники. В этом смысле Азербайджан для Британии очень важная страна. Так же, как Британия для Азербайджана. Это симметрично и взаимно. Ну и вечная конкуренция и борьба Франции и Великобритании. Это исторически. Это последние все 6-7 веков. А Франция делает свою сестру, скажем так, Армению. Поэтому новые вооружения, новый тип вооружений. Я вам скажу, что Британия очень сильная РСЗО. Есть свои. Очень сильные и точные, более передовые пушки. На сегодняшний день азербайджанские гаубицы, они имеют в основном в массе советы российские гаубицы, но мы можем их заменить также и британские. Сейчас мы пытаемся их частично заменить турецкими, израильскими, но, естественно, объем, который может дать нам Великобритания, это совсем другой уровень. И под это дело надо будет еще переподготавливать свой состав, личный командный состав. Это процесс долгий, и я думаю, что этот процесс только лишь на начальном этапе, я бы так сказал. Но то, что мы начали, этот процесс запустили, это уже положить. И хорошо. Поскольку мы не знаем, к чему приведет российско-украинская война, если взять только лишь советскую технику и назвать это все своими именами, то сегодня и с украинской стороны, и с российской стороны наблюдаются дефицит комплектующих на советское вооружение и дефицит боеприпасов на советское вооружение. Даже Россия сама себя сейчас не способна обеспечивать. А поскольку так, Азербайджану вынужден запускать, а, свое производство боеприпасов, он его уже запустил, и частично мы сами себя удовлетворяем. Это с одной стороны. А с другой стороны, нужно перезапускать процесс обновления своего арсенала. Потому что советские и российские вооружения, они постепенно уходят с вооружений во многих странах. Они уже устарели и не являются точными. В этом смысле британские галбицы и РСЗО очень точные. И это то вооружение, которое делает разницу между даже менее слабыми странами с более сильными. Допустим, у Британии есть ракеты, которые они сейчас недавно передали Украине. И мы видим результат. Украинская армия начинает бить по российским складам, по российской военной инфраструктуре, по критической инфраструктуре, по военному казарму на расстоянии 300-400 километров. И Россия очень сильно мучается от этого. Мы видим вооружение Химарс, который поменял правила игры на поле боя. Все эти аналоги есть у Британии, и все они нам понадобятся для обеспечения безопасности своей страны в перспективе. То есть нужно на это смотреть, как на дальнюю перспективу, поскольку это процесс перевооружения. Это может занять и программу 5-10 лет. Это полностью, когда состав перевооружается, и появляются новые кадры, новые командные пункты, которые знают это вооружение, как оно работает, как это все действует. То есть только лишь Украина в этом смысле исключение, я сразу оговорюсь, потому что, ну, сами понимаете, Украина – страна, которая воюет, и ей все быстро оформится. В месяц 3-4-5-6 максимум. Все, оружие пошло на вооружение, и украинская армия уже его использует на практике. И то, я вам сразу скажу, что то, что я вижу и наблюдаю на украинском фронте, я вижу, что есть определенная, ну, растерянность и не совсем профессиональность, непривычность к использованию этих технологий в боевых условиях. Дядя Томар, я вас благодарю, спасибо большое, Ниджатом, благодарю за ваши ответы. И напоминаю, что азербайджанно-британские отношения мы обсудили с главным редактором информационно-аналитического портала «Обозреватель» Ниджатом Гаджиевым. Государственная нефтяная компания «Сокар» проводит плановые мероприятия в рамках года Гейдара Алиева. Для детей-участников Отечественной войны, работающих в компании, был организован очередной лагерь. Мероприятие для 153 детей в возрасте от 6 до 13 лет прошло в детском развлекательном центре «Киндерленд». Участники впервые ознакомились с выставкой, посвященной столетию великого лидера Гейдара Алиева. Затем для детей-ветеранов был проведен мастер-класс футболистами профессионального футбольного клуба «Нефчи» Исмаилом Зульфугорлы и Рахманом Гаджиевым. Участники лагера сыграли во множество интересных игр, а также ознакомились с деятельностью нефтяной компании. В первом лагере, организованном в апреле этого года, дети-участники Отечественной войны наблюдали с трибун гонки Грам-при Азербайджана «Формула-1» и участвовали в различных программах. Международные соревнования по конному спорту прошли во Франции. Наездники из более 20 стран приняли участие на престижном конкурсе. Азербайджан представляли Агата и Карина Захарабековы. Агата сумела пробиться в тройку лидеров, а Карина Захарабекова победила в соревнованиях среди юниоров. По окончании мероприятия победители были награждены денежными призами, медалями и кубками. Играет музыка Казахстан и Германия намерены укрепить всестороннее сотрудничество. Дополнительный импульс развитию кооперации придал визит президента ФРГ Франка Вальтера Штанпайера в Казахстан. Лидеры двух государств подписали солидный пакет документов и договорились вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Тем самым Казахстан все больше отдаляется от своего соседа – России, отдавая предпочтение укреплению взаимодействия со странами Европейского Союза. Страны Центральной Азии все больше отдаляются от России. Это происходит в первую очередь из-за продолжающейся войны в Украине. Президент Казахстана Касым Жамар Тукаев не раз говорил о поддержке территориальной целостности этой страны. А в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме казахстанский лидер назвал ЛНР и ДНР квази-государственными территориями и заявил, что Казахстан не признаёт их. Отношения России и Казахстана всё больше переходят в стадию перманентной напряжённости. Между тем, как связи с ЕС Астана активно налаживает. Ещё одним подтверждением этому факту является и визит президента Германии в Казахстан. «Очевидно, что многовекторная политика Казахстана вызывает достаточно раздражённую реакцию среди маргинальных политических слоёв России. Но Казахстан твёрдо придерживается принципа соблюдения собственных национальных интересов, которые основываются на взаимовыгодном сотрудничестве со всеми странами мира». Ключевым пунктом на повестке переговоров лидеров Казахстана и Германии стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Касым Жумар Тукаев и Франк Вальтерштан Майер подписали 23 коммерческих соглашения по совместным проектам на общую сумму свыше полутора миллиарда долларов. Помимо этого, главы государства обсудили перспективы развития казахстанско-германского стратегического партнёрства, важность взаимодействия в рамках развития транскаспийского международного транспортного маршрута. обменялись мнениями касательно региональной и международной повестки дня. Тукаев также в очередной раз обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины, выразив надежду на скорое установление прочного мира. Визит федерального президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера в Казахстан, конечно же, является важной вехой в развитии наших отношений. Тем более, что президент Германии посетит впервые Мангисталскую область, где откроет Казахстан немецкий институт инжиниринга, а также даст старт целому ряду новых немецких производств на территории Казахстана. Все это лежит в русле многовекторной политики Казахстана, в рамках которой развиваются отношения между Казахстаном и мировыми державами. Астана активно развивает взаимоотношения с мировыми державами сугубо в рамках международного законодательства, заявляют эксперты. Очевиден и тот факт, что Казахстан идет на сближение с Западом и постепенно отдаляется от Москвы. Но следует понимать, что этот процесс не будет быстрым, ведь Казахстан и Россию объединяют свыше 7 тысяч километров общей границы и крепкие экономические, торговые и транспортные связи. Китай выразил протест из-за высказываний президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзинпине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию. Накануне президент США на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР диктатором. Он сказал это, когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд. В воскресенье и понедельник в Пекине гостил госсекретарь США Энтони Блинкен. Цель его визита состояла в том, чтобы снизить напряженность в отношении КНР и США, заметно возросшую в последние месяцы. В понедельник Блинкен встретился с Зидимпинем. СКСИ сказал, что на встрече был достигнут определенный прогресс. А Блинкен дал понять, что обе стороны готовы к продолжению переговоров. В то же время госсекретарь констатировал, что серьезные разногласия между Пекином и Вашингтоном сохраняются. Это был первый визит главы внешнеполитического ведомства США в Китай за пять лет. 21-22 июня в Великобритании пройдет международная конференция по вопросам восстановления Украины. Саммит соберет в Лондоне свыше тысячи участников из 61 страны. В нем также ожидается участие и Турции. Министр иностранных дел страны Хакан Фидан намерен посетить Великобританию, чтобы принять участие в мероприятии. В столице Великобритании Лондоне пройдет международная конференция по вопросам восстановления Украины. Ожидается, что более тысячи иностранных высокопоставленных гостей из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей прибудут в Лондон для участия в мероприятии. Двухдневный саммит станет крупнейшей международной конференцией, которую Великобритания принимает в этом году. Украина и Британия проведут ее совместно. Конференция станет продолжением цикла мероприятий, последнее из которых прошло в швейцарском Лугану, сообщается на сайте мероприятия. Одним из участников конференции станет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который намерен посетить Лондон 21-22 июня. В Лондоне состоится конференция помощи Украине. Мы знаем, что Хакан Фидан примет в ней участие. Он и ранее заявлял, что будет придерживаться внешней политики, отвечающей национальным интересам страны, как только приступит к исполнению своих обязанностей. Опираясь на стратегические направления внешней политики за последние 10 лет, можно констатировать, что Турция продолжит действовать в прежнем ключе. И, конечно же, имеющий большой опыт в дипломатии Хакан Фидан внесет большой вклад в решение многих вопросов. Курс международной политики Турции после президентских и парламентских выборов остается неизменным. Страна по-прежнему продолжает выступать в качестве посредника в российско-украинском конфликте. Визит Хакана Фидана в Великобританию не означает склонности нового правительства к усилению сотрудничества с Западом. Эксперты утверждают, Турция по-прежнему стремится поддерживать высокий уровень отношений с Россией, несмотря на то, что выступает за территориальную целостность Украины. Турция проводит сбалансированную политику в украинском вопросе. Конечно же, она полностью поддерживает территориальную целостность этой страны и даже продает ей оружие, пока другие страны колеблются в этом вопросе. Но все мы видим, что Турция с другой стороны продолжает развивать отношения с Россией. Особенно на фоне санкций по отношению к этой стране. Турция остается одним из главных торговых партнеров для России. Это будет второй зарубежный визит главы МИД Турции Хакана Фидана после вступления в должность главы внешнеполитического ведомства страны. Первый визит был осуществлен 12 июня в столицу Азербайджана. Открывать конференцию в Великобритании будет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Президент Украины Владимир Зеленский выступит по видеосвязи. Речь будет идти о быстром восстановлении Украины, а также о долгосрочной реконструкции. По оценке Всемирного банка, Украине на восстановление территорий в 2023 году нужно 14,1 миллиард долларов. Жаля Кусейнова, Сибиси. Прямые переговоры между мировыми лидерами важны как никогда на фоне сложной глобальной обстановки. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с премьером Госсовета КНР Литяном в Берлине. Канцлер ФРГ заявил, что Германия не заинтересована в экономическом отделении от Китая. Он призвал к созданию равных условий и доступа к китайскому рынку для Германии и других стран. Глава кабинета министров Олаф Шольц также призвал премьера Госсовета КНР усилить воздействие на Россию для прекращения войны против Украины. Я вновь обратился к китайскому правительству с призывом оказать еще большее влияние на Россию в этой войне. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несет здесь особую ответственность. Мы также должны вместе работать над этим в G20. Важно, чтобы Китай воздерживался от поставок оружия России. Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о важности продолжения тесного сотрудничества между Берлином и Пекином. Укрепление торгового обмена, по словам Ли Цяна, будет способствовать повышению экономической устойчивости и внесет вклад в развитие мировой экономики. Как две влиятельные страны, Китай и Германия должны более тесно сотрудничать друг с другом, чтобы внести больший вклад в дело мира и развитие во всем мире. Китай придает большое значение развитию китайско-германских и китайско-европейских отношений. Мы готовы работать вместе с Германией, содействовать постоянному развитию отношений между Китаем и Германией, и Китаем и ЕС. Минобороны России распространила информацию об атаке беспилотными летательными аппаратами на объекты в Московской области. Информацию оборонное ведомство распространило в своем телеграм-канале. Кремль обвиняет Киев в попытке совершить теракт, организовав атаку беспилотника на объекты в Московской области. Все беспилотники были перехвачены средствами ради электронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет, отмечается в сообщении. Вступление Украины в НАТО, как и любой другой страны, представляет собой уникальный процесс. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ответ на вопрос о перспективах вступления страны в Альянс. По ее словам, у Киева будет свой путь вступления в организацию. Представитель Пентагона отметила, что в настоящее время администрация США сосредоточена на поставках военной помощи киевским властям. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Толтернберг заявил, что саммит Североатлантического Альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку. По его словам, Киев добился достаточного прогресса на пути к вступлению в НАТО, и ему не нужно завершать пошаговый план действий по членству в Альянсе, который проходили другие восточноевропейские страны-участницы в течение длительного времени. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы Евросоюза выделить Украине 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. Об этом сообщает Reuters. По словам главы Еврокомиссии, деньги будут зарезервированы в виде грантов и кредитов. Урсула фон дер Ляйен отметила, что деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран Союза внести на эти нужные дополнительные взносы. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярту заявил, что Евросоюз допустил серьезные ошибки в подходе к украинскому конфликту, и из-за этого вошел в опасную спираль с непредсказуемыми последствиями для собственной безопасности. Он заявил, что украинский конфликт начался годы четыре месяца назад, и за это время Европа не смогла положить конец войне. Число погибших мирных жителей в Украине превысило 9 тысяч человек. Обновленную статистику о жертвах войны обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. По данным организации, около 16 тысяч человек пострадали. Из статистики следует, что с начала июня погибли 112 мирных жителей, пострадали 445. Большинство мирных жителей, по данным организации, пострадали из-за оружия взрывного действия широким радиусом поражения. В ООН подчеркивают, что реальные цифры могут быть гораздо выше, поскольку информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке. С проблемой нехватки воды из-за разрушения Каховской ГЭС могут столкнуться около 1 миллиона человек. Об этом сообщил вице-премьер министра Украины по восстановлению Александр Кубраков в интервью японскому телеканалу НХК. Ситуация с устранением последствий наводнения улучшилась, но около миллиона человек все еще могут столкнуться с нехваткой воды, в связи с чем ведется строительство водопроводов. С другой стороны, мы еще не разобрались в вопросах восстановления поврежденных сельхозугодий. Плотина Каховской ГЭС разрушилась рано утром 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обе стороны Днепра. По данным, на 20 июня российские власти эвакуировали с подконтрольных территорий свыше 8 тысяч человек. 2 тысячи из них находятся в пунктах временного размещения. Украинские власти сообщили об эвакуации около 4 тысяч человек. В МВД Украине сообщали, что на подконтрольной стороне территории погиб 21 человек. Российская сторона заявила о 38 погибших. В ООН сообщили, что из-за разрушения ГЭС с нехваткой питьевой воды может столкнуться 700 тысяч жителей Украины. По ожиданиям организации, это также приведет к снижению экспорта продовольствия из Украины и росту цен на продукты во всем миру. Во всем мире. Вашингтон не занимается дипломатическим урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Ирана и не обсуждает с Тегераном сделку. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, США не позволят Ирану развить ядерно-оружейный потенциал. Также Кирби подчихнул, что Вашингтон мог бы добиться такого результата дипломатическим путем. Но в данный момент дипломатия в этом вопросе не рассматривается, добавил представитель Белого дома. Между тем обсуждается намерение США освободить задержанных в Иране американских граждан и разморозить некоторые иранские активы за границей. В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран не будет настаивать на проведении переговоров по ядерной сделке. Он отметил, что страна ведет обсуждения с хорошими намерениями. Мы ведем ядерные переговоры с честью, мудростью и добрыми намерениями. Но мы не будем настаивать на их проведении. Это означает, что мы будем вести дипломатию в уважительной манере, проявлять готовность к переговорам, но не будем рисковать ради достижения цели жизнями людей. Соглашение совместного, всеобъемлющего плана действий нарушено и по нему не выполнено обязательство. Вопрос СВПД стоит у нас на повестке дня. Мы обязательно будем следить за снятием санкций. Мы не вставали из-за стола переговоров. Президент США Джо Байден продлил действия американского санкционного режима в отношении КНДР еще на один год. Соответствующее постановление главы государства распространил в Белый дом. Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании ряда президентских указов, подписанных в период с 2008 по 2017 год. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены в частности на предотвращение распространения со стороны КНДР оружия массового уничтожения и средств его доставки. Байден объяснил принятые решения риском распространения оружейных расщепляющихся материалов на корейском полуострове и политикой правительства Северной Кореи, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. В зоне поиска пропавшего батискафа «Титан» гидролокаторы зафиксировали подводные шумы. Стук раздавался каждые полчаса. Сегодня эту информацию подтвердил в береговой охране США, добавив, что в этот район были перебрушены дополнительные ресурсы, но последующие поиски оказались безрезультатными. Накануне первым о звуках под водой сообщило издание «Роллингстон». CNN приводит отрывок из правительственной записи, в которой говорится об акустической обратной связи. По мнению чиновников, это указывает на то, что сохраняется надежда найти выживших. По оценкам специалистов, у пяти человек на борту батискафа кислород закончится к утру четвергам, при условии, что субмарина все еще функционирует. Напомню, что подводный аппарат, направляющийся с туристической экспедицией и хаблонком легендарного «Титаника», исчез с радаров в воскресенье. Около ста человек, в том числе свыше 60 полицейских, получили ранения в результате столкновений в аргентинской провинции Жужуй на севере страны. Столкновения начались после того, как группа протестующих ворвалась в здание законодательного собрания провинции, чтобы помешать церемонии принятия новой конституции региона. Противники поправок считают, что они ограничивают социальные права жителей и права коренного населения. В ходе столкновений между полицией, применившей резиновые пули, и протестующими, бросавшими в стажи порядка камня, пострадали несколько журналистов. Из-за перекрытых дорог аэропорт административного центра региона был вынужден приостановить работу. За участие в беспорядках задержаны 58 человек. Мы переходим к новостям экономики, которые представит моя коллега Анастасия Панарина. Решением правления Центрального банка Азербайджана учетная ставка осталась неизменной на уровне 9% годовых. Нижняя граница процентного коридора составляет 7,5%. Верхняя подтверждена на уровне 10%. Эти показатели вступают в силу с завтрашнего дня и будут действовать до 26 июля, когда планируется оглашение очередного решения правления Центробанка. В монетарном ведомстве сообщают, что нынешнее сохранение учетной ставки основано на макроэкономических прогнозах в совокупности факторов, влияющих на инфляцию и изменение баланса рисков. Так, годовой уровень инфляции продолжает снижаться. В мае наблюдалась дефляция в 0,4% по сравнению с апрелем. Годовая инфляция составила 11,5%. Это на 4% ниже максимума сентября 2022 года. Относительное снижение средневзвешенной инфляции в странах-партнерах, снижение цен на мировых товарных рынках, возврат стоимости международных контрактов к допандемическим уровням, поддержание баланса на валютном рынке в условиях профицита платежного баланса, укрепление номинального эффективного курса Моната, а также принятые решения денежно-кредитной политики снижают годовой уровень инфляции. Профицит платежного баланса также отражается на валютном рынке, говорится в пресс-релизе Центрального банка. В частности, в январе-майе на валютных аукционных спрос банков на доллары США в основном был ниже предложения. Впервые с 2018 года покупки банками наличных долларов повысили продажи за тот же период. Номинальный эффективный курс Моната за прошлый год укрепился почти на 8,5%, а за пять месяцев 2023 года уже более чем на 5%. В то же время изменилась структура баланса инфляционных факторов. Среди источников риска изменчивость внешние среды инфляции, чрезмерный рост спроса благодаря росту доходов населения, нестабильность глобальной финансовой системы, угроза рецессии в ряда развитых стран, геополитическая напряженность способны влиять на инфляционные процессы. Тем не менее, прогноз годовой инфляции на уровне 8,3% в 2023 году сохраняется неизменным при базовом сценарии, говорится в сообщении Центробанка Азербайджана. Однако при ослаблении давления внешних факторов прогноз инфляции на оставшуюся часть года может снизиться. Центральный банк продолжает антиинфляционную денежно-кредитную политику и реформы, направленные на повышение способности влиять на инфляцию, повышение процентной ставки и других параметров процентного коридора, адекватное применение инструментов денежно-кредитной политики в новой конфигурации, повышение норм обязательных резервов и изменение макропруденциальных требований ограничивают инфляционное давление через монетарные условия. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике Центральный банк будет принимать с учетом внутренних и внешних инфляционных рисков и фактической инфляции. Если она замедлится, возможно, пауза в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум до сентября текущего года и ее смягчение в будущем. Азербайджан и Международный валютный фонд обсудили прогресс, достигнутый в результате структурных реформ в стране. Как сообщил в твиттер министра экономики Микайл Джабаров, этот вопрос рассмотрен на встрече с делегацией во главе с руководителем миссии МВФ в Азербайджане Анной Бардо. Стороны обсудили на обсравление сотрудничества с учреждением и вопросы повестки дня. Это макроэкономические показатели и прогнозы Азербайджана, и прогресс, достигнутый в результате структурных реформ, а также реформы в сфере налоговой политики и администрирования, говорится в публикации министра. Ранее подготовку к консультациям фонда по четвертой статье соглашения по Азербайджану обсудили министры финансов Самир Шарифов и Анна Бардо. Сами их консультации пройдут после ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в октябре этого года. Пакистан закупит у Азербайджана до 10 партий изжиженного природного газа. Об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик в интервью местным СМИ. Он отметил, что соглашение между двумя странами о закупке СПГ позволит эффективно решить газовый кризис, и Пакистан не столкнется с нехваткой топлива в предстоящий зимний сезон. Говоря о поставках, министр сообщил, что госнефтекомпания Азербайджана будет каждый месяц поставлять Пакистан партию сжиженного газа по выгодным ценам. В соответствии с долгосрочным соглашением между странами в этом году в Пакистан поступит 9-10 партий СПГ. Это сотрудничество с Азербайджаном поможет Пакистану удовлетворить свои энергетические потребности в нефтегазовом секторе, подчеркнул Мусадик Малик. По его словам, будут приняты меры для эффективного управления поставками газа в зимние месяцы, и потенциальный дефицит будет смягчен. Договоренность будет действовать на начальном этапе в течение года, с возможностью продления еще на один год. Гознефтекомпания Азербайджана будет предлагать одну партию сжиженного природного газа в месяц, предоставляя 45-дневное окно для поставки, и каждое предложение будет иметь фиксированный срок действия. Сокар покупает и продает СПГ в широкой географической зоне, включая другие регионы. Реализацию транспортного проекта «Север-Юг» обсудили сопредседатели Азербайджана и Иранской совместной комиссии, вице-премьер Азербайджана Шахим Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Мерхдада Базарпаша. В ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ходу строительства транспортного коридора. Иранский министр выразил надежду, что в кратчайшие сроки международный маршрут «Север-Юг» будет завершен и реализован. Также сопредседатели комиссии обсудили и другие совместные проекты. В целом было уделено внимание развитию экономических отношений между двумя странами. Шахим Мустафаев отметил необходимость развития экономического сотрудничества Баку и Тегерана. Телефонный разговор между сопредседателями Азербайджана и Иранской комиссии – это продолжение решения вопроса, связанного с международным транспортным коридором «Север-Юг». До этого азербайджанская сторона неоднократно обсуждала с российской стороной этот вопрос. Все это говорит нам о том, что идет активное решение вопроса, связанного с реализацией проекта. Несмотря на сложности в отношениях между Ираном и Азербайджаном, продолжение диалога и детальное обсуждение проекта говорит о том, что каждая из сторон заинтересована в нем в целом. Необходимо сказать, что российская сторона торпедирует реализацию проекта, и этот факт выступает балансирующим фактором, способным ускорить процесс реализации проекта. Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» и германская «Роснефт Дёчленд» подписали договор о поставках сырой нефти через Россию на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба «Казмунайгаз». Объем поставок составит 100 тысяч тонн в месяц до конца этого года. Сырье будет отгружаться из ресурсов месторождения Карачанак. Объем поставки в Германию в текущем году составит не менее 890 тысяч тонн. Отмечается, что германская сторона также заинтересована в увеличении объемов поставок казахской нефти, включая ресурсы других нефтяных компаний Казахстана. В прошлом году правительство Германии обратилось к Истане с просьбой о поставке казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба». С начала 2023 года по этому маршруту уже было доставлено 190 тысяч тонн нефти, а в июне планируется отправить еще 100 тысяч тонн. Ранее российская сторона согласовала транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». На этот год в объеме 1 миллион 200 тысяч тонн. Мы в начале года начали с небольших объемов, порядка 20 тысяч тонн ежемесячно. То есть сейчас уже в результате достигнутых договоренностей мы планируем до 100 тысяч тонн ежемесячно увеличить поставки казахстанской нефти. Тоже сейчас ежемесячно, сразу по итогам подписания данных соглашений. Казахстан поставками сырой нефти внес существенный вклад в обеспечение энергознабжения Германии. Об этом заявил президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер в ходе совместного заявления в прессе по итогам переговоров с главой государства Касымжо Мартом Такаевым. По его словам, это обеспечит будущее нефтеперерабатывающей промышленности ФРГ, а также снабжение топливом Восточной Германии. «Германские компании инвестируют значительные средства в Казахстан, и это не ограничивается только экономическими отношениями. Мы действительно солидарны с господином президентом и с огромным уважением относимся к проводимым в Казахстане масштабным реформам. Это вызывает доверие как наших властей, так и инвесторов». В рамках визита Магестау Штайнмайер принимает участие в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании «Свейвент». Также среди запланированных обсуждений потенциал транскаспийского транспортного маршрута, который намерен стать для Германии и всего Евросоюза в целом новым логистическим коридором. «Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнеров Германии, а также в четвёрку основных стран-поставщиков нефти в эту страну. Взаимоотношения, основанные на формуле «сырьё в обмен на технологии», будут эффективными для обеих сторон. Сегодня возрастёт значение транскаспийского международного транспортного маршрута, получившего название «Средний коридор». Мы уделили особое внимание этой теме в ходе сегодняшних переговоров. Основная часть «Среднего коридора» проходит через территорию Мангестаусской области. Президент Штанмайер – первый из европейских лидеров, который посетит этот регион. Турция планирует постепенный переход к традиционной экономической политике. Об этом заявил министр финансов и казначейства страны Мехмед Шемшек, сообщает турецкие СМИ. Как указал глава ведомства, переход к более традиционной политике будет осуществляться постепенно, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов. Необходимо восстановить доверие инвесторов. Мехмед Шемшек отметил, что все шаги будут предприняты после глубокого анализа их возможного влияния на экономику. Отметим, что на завтра запланировано заседание Центрального банка Турции по учетной ставке. Экономисты ожидают, что монетарные ведомства под новым руководством Хафиза Гайеркан значительно повысит ставки. По оценке экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, учетная ставка может быть увеличена с 8,5% до 20%. Аналитики отмечают, что это увеличит приток иностранного капитала. К слову, в 2007 году прямые иностранные инвестиции достигли рекордного показателя – почти 18,5 млрд долларов. В последний период эта цифра находилась в среднем на уровне 4-5 млрд долларов. Отметим, что в результате проведенного среди жителей Турции опроса компании Avedo Survey Dashimashlyk почти 52,5% респондентов верят в решение экономических проблем. Предприниматели Туркменистана и Кыргызстана подписали в Ашхабаде более 20 документов по различным направлениям совместной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана. Меморандумы заключены в рамках встречи представителей бизнес-кругов двух стран. Со встав кыргызской делегации вошли представители 17 компаний, занятых в текстильной промышленности, производстве строительных материалов, пищевой промышленности, IT-технологиях, нефтехимии. С туркменистанской стороны во встречу приняли участие представители 40 компаний и предприниматели, работающие в сфере производства стройматериалов, транспорта и логистики, пищевой промышленности, текстильной промышленности и IT. Обсуждалось развитие двухсторонних торгово-экономических отношений, в частности расширение экспортных возможностей стран. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал сделать все возможное для обеспечения продолжения действия зернового соглашения. Его срок действия истекает 18 июля. Об этом говорится в заявлении Офиса Генсека ООН. Отмечается, что организация полностью привержена поддержке реализации как черноморской инициативы, так и меморандума взаимопонимания в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений. В Офисе главы организации также сообщили, что экспорт продовольствия по морскому гуманитарному коридору значительно сократился. С пикового уровня в 4,2 миллиона метрических тонн в октябре 2022 года он упал до 1,3 миллиона метрических тонн в мае. Это самый низкий показатель с начала реализации черноморской инициативы. В то же время в администрации США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что при необходимости США продолжат поддерживать ООН и президента Турции Раджа Патаипа Эрдогана для расширения масштабов этой инициативы. Позднее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зернового соглашения нет. Договоренности по сделке не выполнены в ее российской части, указал он. Заменить сотни сотрудников искусственным интеллектом решила немецкое издание Bild, входящее в медиаконцерн Axel Springer. Сокращение коснется корректоров, фоторедакторов и сотрудников печатного производства. Таким образом, компания планирует достичь цели программы сокращения расходов на 100 миллионов евро. Кроме того, число региональных изданий Bild сокращается с 18 до 12. С 1 января 2024 года для группы компаний Springer начнет действовать стратегия только цифровая и сначала цифровая, а затем печатная. Alex Springer не первая структура, которая обращается к искусственному интеллекту. Например, британские Daily Mirror и Daily Express также изучают возможность использования новых технологий. В марте этого года были опубликованы несколько статей, созданных искусственным интеллектом. Однако сокращение сотрудников в этих СМИ в ближайшее время не планируется. Все дело в том, что контентом по-прежнему руководит редакция. Кроме того, данные, которые использовались искусственным интеллектом, были собраны журналистам. Ну что ж, на этом у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Благодарю тебя, Анастасия. Анастасия Панарина представила новости экономики. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на CBC и слушайте CBC FM, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова